Всем привет, друзья! За нами уже выехали на связи. Этот выпуск мы откладывали 3 месяца, наверное, а может и больше. Где-то с лета прошлого года к нам приходили письма то из Актобе, то из Караганды о том, что в городе развивает свою деятельность очередная компания, по всем признакам напинающая финансовую пирамиду, куда люди несут свои деньги в диком количестве и подвещание лютых процентов. Скажу честно, к этой теме я относился довольно скептически. Ну, какие сегодня финансовые пирамиды? Люди два раза обожлись на МММ, и народ, и органы уже должны быть приучены, и такие темы высекать быстро. Но нет, последние две недели показали, что Казахстан на полном серьезе накрыл очередная волна подобного рода мошенничества. Стали разбираться, среди подписчиков нашлись юристы, которые защищали дела от пострадавших от таких пирамид, и оказалось, что тема сложнее, мне свой скепсис пришлось отбросить. Сейчас попробуем разобраться, стоит ли всех жертв современных финансовых пирамид называть просто безграмотными идиотами, или они казались в ловушке из-за бездействия властей. Поехали. Так, ребят, стоп, в этом месте попрошу вас подписаться и оставить любой комментарий. Я понимаю, что вас, как и меня, бесит подобное попрошайничество, но с этими алгоритмами Ютуба по-другому уже нельзя. Поэтому извиняюсь, поехали дальше. Думаешь, путешествовать это дорого? С Авиасейлс это не так. Мы находим билеты и сортируем их. А ты выбираешь направление, подходящую дату и, конечно же, лучшее предложение от партнеров. А чтобы было еще удобнее, используем мессенджер-бота. Карту, календарь низких цен и поиск от этой. Авиасейлс. Поиск дешевых авиабилетов. Начнем с того, что вряд ли с неделю назад кто-нибудь из пользователей Инстаграма в Казахстане не натыкался на сообщения в сторис от своих знакомых, мол, давайте сыграем в новую игру «Котел» или «Черная касса». Максимально простая структура. Вы вносите 14 300 тенге и через пару дней сможете снять уже 114 тысяч. Ровно такая же схема, что была и при МММ. Нужно было привлечь под себя людей, которые в свою очередь также приведут людей. И те, кто стоял по таким ступенькам выше, действительно снимали деньги. Были мега довольными, а значит охотнее вкладывали еще, рассказывали друзьям и так далее. Сарафанное радио, как тогда дважды при МММ, так и сейчас является главным маркетинговым инструментом. Однако, вам вроде было сложнее. Ему нужно было вкладываться в дорогую рекламу на ТВ, открывать офисы, кассы, нанимать на работу тысячи людей и так далее. Сегодня со сменением социальных сетей и безналичных платежей все стало намного проще и быстрее. И концы найти сложнее, точнее начало нитей. Но если здесь все максимально просто, по-моему, абсолютно большинство участников таких «игр» прекрасно понимали, что это тупо пирамида, которая рано или поздно рухнет. Вопрос только в том, рано или поздно. Существовать такие пирамиды могут как несколько недель, так и даже несколько лет. И наверняка вы слышали истории, как люди из вашего окружения или знакомые ваших друзей умудрялись выйти из таких пирамид без потерь и даже наоборот с приличным доходом. А такие истории редко кого могут оставить равнодушными. Когда ты слышишь, как твой друг поднял машину или квартиру за пару недель, а ты понимаешь, что на такую квартиру будешь работать всю жизнь, наверное, у всех промелькнет мысль «была не была, тоже вложусь, может успею вывести». Но это что касается максимально простых схем, но, к сожалению, по-прежнему рабочих. Но там все все понимают, понимают, откуда берутся деньги, что они не из воздуха возникают, а за счет новых участников. Чем больше участников, тем больше денег. Проблема, как мне кажется, в том, что в этом случае из-за участия в финансовых пирамидах у нас в Казахстане не предусмотрена никакая ответственность. За организацию – да, а за участие чаще всего нет. И те, кто стоят на высоких ступенях, успевшие снять денег, они вроде как не при делах. И вот здесь, как мне кажется, государство, мягко говоря, не дорабатывает. Когда есть очевидные признаки финансовых пирамид, с ними нужно работать на корню. Но это когда есть очевидные признаки, а вообще к ответственности мы еще вернемся. А теперь, что касается офлайн-скандалов, связанных с так называемыми ломбардами или инвестиционными фондами, то тут ситуация сложнее. В первом случае вам почти прямо говорят, деньги получите от новых участников. А вот во втором случае вам предлагают инвестировать или вложить свои деньги, а также движимое или недвижимое имущество под гарантии серьезного процентного роста. Причем никого следом вам приводить даже не нужно. И тут фантазии организаторов этих пирамид можно только позавидовать. Под что только не привлекают деньги. Например, под социальное жилье. Мол, не тянете ипотеку, банковские инструменты вам кажутся слишком долгими и нестабильными. Вот, пожалуйста, давайте объединяться в социальные инвестиционные группы. Вкладывайте 20% от первоначального взноса и получайте свою квартиру через год. Наши мегапрофессиональные специалисты по инвестициям за счет правильного управления вашими деньгами сумеют привлечь нужные средства. Вы платите только комиссию за управление. Все честно. Вы же устали от разочарования в государстве? Мы тоже, поэтому вместе друг другу поможем. Или еще сложнее, как с этими Grand 24 или Estate Lombard. У людей покупали квартиры по завышенной стоимости, но в разрочку, а продавали их по заниженной стоимости. С продажи получали хорошие деньги и немного отдавали изначальным владельцам, продлевая жизнь своей организации и привлекая все больше и больше народу. Там сейчас речь идет о десятках тысяч кинутых людей и о миллиардах тенге убытков. Что там еще вы хотите? Не квартиру, а машину? То же самое. Быстро и надежно. У нас налажены схемы поставок автомобилей из-за рубежа. Мы знаем, где дешево взять, дешево растаможить. В отличие от оборзевших карасанских дилерских центров, мы не стремимся нажиться на вас. Мы получаем выгоду за счет оптовой работы. Смотрите, вон ваш сосед уже ездит на новый Камри в два раза дешевле, чем на рынке. Все реально. А есть схемы и без подобных плюшек. Тупо вкладывайте в наших специалистов по инвестициям. Мы делаем по 30 или 300% доходности в месяц. За счет большего оборота мы сможем выйти на большие мировые рынки. Вот смотрите, какие у нас графики. У вас будет доступ в личный кабинет. Вы в режиме онлайн будете отслеживать состояние ваших кладов. Мы даже физически не сможем их снять. Снять можете только вы, но не раньше, чем через 6 месяцев, например. Наши специалисты инвестируют во все, что угодно. Биткоины, курсы валют, спортивные ставки. У нас каперы, договорные матчи. Это вообще отдельная тема. А также в рынке ценных бумаг, рынке развивающихся стран, в нефть, золото, в участие в тендерах. Да хоть в медицинские маски. Тем более, что рынок сейчас дикорастущий. И вот здесь на самом деле серьезных проблем уже несколько. Первая проблема в том, что это звучит не прям, чтобы фантастично. Даже если вы далеко от мира финансовых инструментов, вы все равно где-то краем уха могли слышать, что акциями можно торговать и на них зарабатывать. То есть здесь аферисты в качестве фундамента для убеждения приводят вполне рабочие аргументы. Плюс зачастую подкованы они довольно серьезно. Лицензии на казани финансовых услуг Каастане у абсолютно большинства из них нет. Но зато у них часто есть регистрация где-нибудь за рубежом. Даже не обязательно в офшорах. Вот на примере наших знакомых юристов, которые занимаются делами, пострадавших от пирамид. Такие компании могут предоставить вам свидетельство о регистрации где-нибудь в Лондоне или в Нью-Йорке. И вы можете даже проверить и найти, что да, такая компания действительно существует. И зарегистрирована она именно по тому адресу, что указано в документах. Но беда в том, что оформить юридический адрес в каком-нибудь бизнес-центре или вообще в жилом квартале в мировых финансовых столицах не составляет большого труда. Как открыть, так и закрыть. А в Каастане же у них чаще всего очень респектабельные офисы в элитных районах, дорогие часы, машины. Говорят они очень хорошо, хорошо выглядят, в общем к себе расположить и не умеют. Вы спросите, а почему государства, правоохранительные органы здесь так плохо работают? Почему внимательно они следят за деятельностью таких компаний? Они ведь ворочают миллионами, иногда и миллиардами тенге. Их клиентами становятся тысячи людей. Вот здесь мы подошли к другой проблеме, очень непростой. Дело в том, что на этапе запуска пирамиды никто особо не обращается с заявлениями в органы. Ведь все работает, как говорил Сергей Мавроди, всем все платят. Тем более часто пирамиды прикрываются еще какой-нибудь сторонней мелкой легальной деятельностью. А значит оснований для проверки вроде как нет. За шевеляться органы далеко не сразу, только тогда, когда пирамида начнет падать, когда людям перестают платить. Но к тому времени организаторов с деньгами найти уже невозможно. Максимум успевают взять так называемых региональных директоров или простых работников этих липовых компаний, из которых взять-то нечего. А еще проблема в том, что люди обращаются в органы далеко не сразу. Даже когда запахло жареным, они не пишут заявление, опасаясь, что таким образом они не получат свои вклады в принципе. Мало того, в Кастане были примеры, когда после задержания предполагаемых организаторов финансовых пирамид, сами вкладчики бастовали против задержания. Реально выходили на улицы. На самом деле, учитывая недоверие к нашим органам у народа, организаторы легко могут выставить себя жертвами. Даже сейчас, может даже в комментариях под этим видео, найдутся люди, которые, например, скажут, что Сергей Мавроди был человеком новой формации. Финансовым гением, который делал все для людей. Но государство не позволило ему совершить денежную революцию, закрыв его в тюрьму, а параллельно украв в Мавроди 17-комазов с деньгами вкладчиков. И тут мы подходим к третьей, на мой взгляд, абсолютно непобедимой проблеме, почему сложно считать всех жертв пирамид тупо идиотами. Почему в Кастане такой рост числа финансовых пирамид наблюдается именно сейчас? Потому что для этого созданы все условия. Падение доходов населения, из-за чего у людей опускаются руки. После девальвации теряется надежда самостоятельно заработать себе на что-то. Финансовые институты, что как раз имеют лицензию от государства на оказание финансовых услуг, нестабильны. Но сколько у нас лопнуло банков за последние два года? Три? Четыре? Отсюда и справедливое недоверие к официальным инструментам, которые государство предлагает людям для накопления. Но сложно найти сейчас новость про финансовые пирамиды в СМИ и не прочитать потом комментарий про то, что главная пирамида в Казахстане это единый пенсионный фонд. Отличие только в том, что в ЕНПФ вкладывают всех заставляют по закону, а в эти пирамиды люди идут самостоятельно. Так еще кто-то денег в пирамидах умудряется заработать, чего о ЕНПФ сказать сложно. И вот с этим аргументом хрен поспоришь, особенно снижать в голове все эти скандалы с топ-менеджментом ЕНПФ, странные инвестиции, ну и так далее. И все это еще и еще раз накладывается на растущий и очевидный всем дисбаланс между богатыми и бедными. Причем в числе богатых в основном люди из числа чиновников, политиков, их родственников, знакомых и так далее. Все остальные это видят, жить хорошо хотят все, и поэтому даже если понимают, что в этих диких процентных ставках что-то не так, то на мораль немного прикрывают глаза. Помните, как у Пушкина было? Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Так вот к чему я веду. Вы могли подумать, что здесь я все-таки перевожу стрелки на самих людей полностью. Особенно когда говорю, что мол в органы поздно обращаются, а оснований для проверок на первых этапах у них нет. Не совсем так. В практике тех же юристов, что защищают интересы посадавших от пирамид, есть примеры, когда люди в период еще действия пирамиды обращались в органы. Но там сталкивались с привычным нам футболом. Мол, ребята, у вас есть договор ГПХ, гражданскопорового характера. У вас там подписан договор, вам не оказали услугу, идите в суд, подавайте заявление, их рассмотрят, может быть что-то сделают. Вообще у нас в уголовном кодексе есть статьи и за создание финансовых пирамид, и за мошенничество. Но здесь людям говорят, что мол у вас ГПХ, это гражданские дела, это не к нам, отстаньте. Когда собираются коллективные заявления или несколько несвязанных лиц обращаются с одинаковыми заявлениями, вот тогда они уже начинают работать. Но об этом я уже сказал, когда собираются коллективные иски, очевидно, что пирамида уже рушится, да почти наверняка деньги людям никто не вернет. А то, что посадят в итоге за решетку кого-нибудь из администраторов пирамид, ну кому от этого легче. И вот здесь действительно серьезная недоработка со стороны правоохранителей. И все-таки что хочется сказать в конце, да сейчас на волне скандалов какие-то правовые инструменты наверняка будут предложены. Не знаю, правда, как они будут проверять пирамиды, что будут маскироваться под малый и микробизнес в условиях действующего на три года моратория, и тем не менее. Возможно ужесточать наказание за организацию пирамид, что по сути все равно будет декорацией, так как я уже сказал, организаторов чаще всего взять у них не получается. А нередко за теми пирамидами стоят люди, изначально находящиеся за пределами страны. Ну и плюс ко всему в изобретательность создателям пирамид не откажешь, они всегда умело адаптировались и продолжают подстраиваться под новые условия, как правовые, так и социальные. Поэтому еще одной ключевой проблемой мы видим отсутствие элементарной финансовой грамотности у нашего населения. Но блин, объективно нет финансовых инструментов, которые могут гарантировать по 800% чистой прибыли за три месяца. Да даже 10% доходов в месяц это уже цифры, к которой нужно относиться крайне настороженно. Разумеется, от меня вы не услышите предложения вкладывать свои сбережения в тенге куда-нибудь на депозит в Халыке. Но если решили инвестировать, проверяйте, изучайте информацию о компаниях, консультируйтесь с юристами, задавайтесь вопросом, зачем эти люди привлекают деньги на таких условиях. Если у них есть доступ к Лондайку, с какого хрена они будут делиться этим доступом с вами? Не верьте в эти сказки про большие обороты и доступ к более серьезным финансовым инструментам. В абсолютном большинстве своем это бред. Пока у людей есть мечта, найдутся эти люди, которые захотят на этой мечте заработать. Вот такой какой-то вывод. Поэтому берегите свои деньги, как говорил герой Леонида Куравлева в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», если они у вас, конечно же, есть. Все, всем спасибо, всем пока. Мы сперли локацию у Серика. Скоро мы достроим ее вон там, и будет все нормально. Субтитры делал DimaTorzok